здравствуйте друзья у нас сегодня вопрос который я и зачитываю здравствуйте михаил меня зовут евгений 21 год украина узнал о вас сайта daniel defoe.ru в свои 21 я успел поступить в два разных университета на специальности физика и защиты сетей но оба университета бросил в первом университете я понял что меня больше тянет на айти нравилось писать на c++ и сидеть на физике нет смысла под конец первого курса бросил все и решил перри поступать на айти специальность другой университета защиты сетей во втором университете была очень слабая и старая программа люди не особо желали узнавать что-то новое и пришли туда из-за желания их родителей я смирился с этим и проучился там полтора года но после всем известных действий в украине начались проблемы я потерял отсрочку от армии когда покинул первый университет во втором просто отказались выдавать отсрочку и под конец второго курса начались обходы университета в поисках уклонистов в один день не попытались в деканате вручить повестку и пришлось покинуть университет так и не доучившись второй год я сидел дома и усиленно учил питон закончил курсы по питон джанга и начал брать заказы на фрилансе писал пишу парсеры денег в месяц выходит более чем достаточно около 1000 долларов с парсеров и еще 200-300 с торговли их хватает для покрытия всех нужд лихвой вообще неплохо да так как по современным делам и хватает для покрытия всех нужд с лихвой но проблемы с армией никуда не делась регулярно заходит с повестками иногда захаживает участковый желание служить у меня нет от слова совсем просто потеря полутора год полтора года жизни я начал шуршать разные форумы с иммиграции так как сейчас даже имея деньги очень сложно отмазаться от армии но как внимательно прочесал несколько форумов про австралию новую зеландию и понял что без высшего образования я там осесть не смогу и очень плохо дают визы украинцам но тут понятно почему но и очное заочное образование я получать также не могу надо проходить через отдел с военкоматом но и получать высшее образование меня более нет желания меня очень напрягает жить в постоянном страхе что меня просто на улице попросят предъявить документы закинут в бобик и всучат повестку как быть моем случае забыть про иммиграцию в нормальные страны и быть вечным туристом фрилансером в каком-то таиланде такой вопрос заранее спасибо ну чё давайте поговорим да друзья что тут скажешь первая моя мысль о том что времена меняются и когда мне был 21 год а это было бы что-нибудь так году в семьдесят седьмом отловили бы его касатика и загребил бы он на кичу ну в смысле может быть ему повезло его просто бы мобилизовали но вот так как бы а могли на кичу и так нет и не на три месяца нет так на несколько лет за уклонение от службы вооруженных силах отечества взятки не берут ну может быть надо больше просто предложить я даже не знаю но конечно если мы вот примем проблему так как она вот значит пришла от молодого человека тут конечно я бы сказал что помимо проблемы с армией и иммиграцией тут какая-то есть более более сложная подоплека скрытая где-то там подоплека потому что вот он пошел учиться в один верстят не доучился потом пошел в другой но вроде бы уже так скрипя зубами там значит уже сидел не уходил но тоже как-то без радости все это вот вот это вот жизнь без радости понимаете как-то вот вот может быть это ничего для молодого парня может быть нормально даже я не знаю но вообще конечно хотелось бы глубже понимать значит какие там на самом деле проблемы проявляются вот в этом во всем давайте мы тогда сосредоточимся вот на ситуации с иммиграции раз так как же мы вопрос более узко поставлю иммиграция значит у него нет высшего образования и вот как ему иммигрировать значит понятно что по рабочей визе он не может теоретически может быть он бы женился там но а где он возьмет невесту да еще в америке а чего вдруг и что это получается какой за брак такой непонятный то есть а хотелось бы на полюбви там а может у него и девушка есть мы не знаем в общем странные такие обстоятельства поэтому вроде и так не получается он конечно мог бы поехать типа студентом да а студентом как бы на учебу и там допустим под раба продолжал бы подрабатывать там писал свои парсеры и вот это не не иммиграция так сказать но но это некоторое ну действие в направлении иммиграции да то есть он получает какую-то временную такую паузу которая позволяет ему вот вот в это время выигранное сэкономлено как-то еще порешать свои проблемы то есть учеба как бы прямо к иммиграции не ведет но все таки во всяком случае успешная учеба открывает дорогу к эмиграции по рабочей визе которая сегодня для него закрыта и если мы говорим вот про то что есть вот сейчас все таки учеба обычно требует доходов каких то вот он должен прийти в посольство и сказать хочу учиться там вот у меня приглашение из университета ему скажет а деньги покажи ну вот такой разговор тоже дальше начинается я для думаю что если мы говорим про сша то в общем то уже таким обыденным может стать например там для него политическим убежищем сейчас очень много народу и тем более с украины и там как бы конфликтное место не вопрос но тогда у него возникает проблема с с тем как попасть в сша потому что если он сша попадет то все остальное уже настолько как бы прямолинейно и но я даже не знаю в общем то понятно все весь весь путь просматривается там на несколько лет вперед и как будто успешная эмиграция все это просматривает значит но опять попав в соединенные штаты зачем должен соответствую должны быть деньги чтобы там заплатить адвокату по минимуму это там тысяч 6 стоит вот а если там допустим адвокат ну как то покруче допустим там 7 с половиной вот и он конечно может там работать пока в стране там и зарабатывать эти денежки но тогда у него откладывается подача на политическое убежище откладывается момент получения официального разрешения на работу в принципе если бы он оказался в сша вот представим себе что вдруг каким-то образом он здесь оказался и у него есть вот этот несчастный там 6000 чтобы адвокату заплатить все в этом лишь но там 6 7 месяцев получилось решение на работу и он уже умея делать то что он делает вот ну все понесся дальше у него начинается жизнь он учиться пойдет когда поймет зачем пойдет учиться и даже без всякой учебы он допустим через годик там полтора два уже может там свои очень приличные денежки зарабатывать но очень естественно его парню здесь никто не загребет там не в российскую не украинскую это понятно заходит в американскую может быть пожалуйста пойдет в американскую я не знаю зачем ему но если вдруг поэтому задача его на самом деле вот в той ситуации как как он сейчас когда он прячется когда уклоняется вот так и так далее значит задача решается в тот момент когда он получает американскую визу и приезжает соединенные штаты в принципе это вот задача большая равняется задача маленькая получение визы уже все остальное подчинено когда он приедет все остальное тоже дело техники может быть на несколько месяцев быстрее на несколько месяцев там медленнее там еще чего-то но 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 это уже нет не составляет проблемы никакой которую требуется серьезно решать вот сегодня у него одна проблема попасть сша я бы так сказал что тут еще конечно неплохо бы английский да там может быть он знает в какой-то мере но в общем да если ты уже хочешь куда-то уехать хотя бы ну сделай что-то подучи и подучи язык по возможности но опять даже если он окажется в стране без языка все равно ничего страшного так он будет меньше зарабатывать он будет работать там где работают люди без языка значит он вместо там 15 долларов на стройке ему дадут 10 вот собственно вся разница так что тоже можно жить и можно выживать тем более он молоденький совсем господи в самом крайнем случае если уже я не знаю что с ним такое случится но сделаем из него тестера мы из любого поступающего на вход в портнов компьютер скул сырья делаем тестера вот это если ему очень понадобится я не знаю и зачем он я думаю совершенно прекрасно без нас обойдется вот но это самое худшее что может с ним случиться в общем это совсем не так плохо тоже насколько я понимаю вот я думаю что молодой человек задавая этот вопрос поскольку он с форума к нам попал другого и он может быть не был так сильно в иммиграционной теме хотя он говорит что там изучал про Австралию и Новую Зеландию подальше от призывного участка там как называется то комиссариат не комиссариат было слово такое военкомат подальше от военкомата вот но видно что тема там политического убежища как то не обсуждается он на ее не не задает вопросов на эту тему не спрашивает вот он может быть он только в начале пути и я буду рад если мой разговор ему пригодится но для начала вот у нас есть плейлист по политическому убежищу я бы на его месте внимательно бы по посмотрел там ну не знаю сколько времени на это нужно ну там пару часов ну тройку часов вот и у него будет очень очень приличное представление о том что к чему и даже там есть люди к которым можно обратиться как бы проверенные вот и может быть это позволит ему как то сфокусироваться на изучении того материала который он изучает вот видно что он самостоятельно видно что он как бы привык там изучать материал сам копаться делать выводы и так далее это очень здорово вот и пусть пусть бы вот он может быть посмотрел в этом направлении это тот совет который я бы ему дал знаете в разные исторические эпохи ну и так времена разные каналы открываются приоткрываются вот в эмиграции когда мы уезжали нельзя было приехать сюда по туристической визе это было практически невозможно ну то есть ни мысли мог я уже не говорю о том что и денег таких не было у большинства людей но вообще не было там же выездные визы были даже не мало было получить американскую въездную надо же было еще получить советскую выездную не то что в америку он в болгарию несчастную там какую-нибудь там гдр не пускали а тут вот такое дело в райкоме там собеседование проходили понимаете вот там ребята которые там ехали по туристической там вроде уже путевку купил так надо в райком и там должны бы его кандидатуру утвердить что если вот он вдруг опозорит советский союз оказавшись там в болгарии на золотых песках знаете какой конфуз может выйти международный так вот в то время было получение статуса беженца и тоже это было ну достаточно условно как бы то есть с одной стороны понятно было что всякий человек живущий в советском союзе он как бы там подвергается каким-то там нехорошим влиянием для каких-то категорий людей просто отменили саму идею доказывать что он подвергался ага а если ты из этой категории значит ты уже ну как бы автоматом подвергался да вот там и баптисты и пятидесятники и евреи и там еще какие-то категории людей были по определению как бы все это уже можешь не доказывать была такая поправка Джексона Веника который освобождал вот доказательства так сказать преследования на интервью на статус беженца вот сейчас другое дело сейчас а другой иммиграции тогда не было ну то есть можно было выйти замуж за иностранца но где он был этот иностранец чтобы за него замуж выйти девушки там это же это же тоже не то что так полная страна советская иностранцев даже вот в москве я жил знаете иностранец не было вот так работал так всюду ну там были места там гостиница россия там гостиница космос вот там жили иностранцы вот там можно было встать конечно где-нибудь на перекрестке но там менты стояли и гбшники тоже на этих перекрестках смотрели чтобы никто к ним не приближался там валют не менял и так далее поэтому времена поменяли сейчас можно ехать куда-то вот можно сесть там приехать в соединенные штаты в канаду в Европу и процесс подачи и процесс интервьюирования на политическое убежище на статус беженца то же самое все переместился географически из посольства соединенных штатов допустим в москве в суды или там иммиграционные службы соединенных штатов внутри соединенных штатов хотя на самом деле есть так есть такой же точно процесс и в в москве тоже то есть у нас вот учился товарищ один который работал в посольстве сша в москве как раз вот в этом самом отделе который занимался проверкой заявлений на политическое убежище там не так просто туда попасть вот на это интервью там как-то надо знать механику но во всяком случае они где-то тысячу человек в год пропускали вот тысяча человек в год проходило через этот процесс получения политического убежища в посольстве сша в москве у них там не безумно высокая отдача была процентов там не помню 30-35 вот такого плана они строго следят чтобы не обманывать и политическое убежище я просто к чему говорю вот оно было и есть оно никуда не делось вот оно 25 там 30 лет назад это был единственный практически канал для выезда из СССР и он был этот выезд облегчен для определенной категории граждан но на самом деле это не сводилось исключительно к баптистам там пятидесятникам евреям армянам в какой-то момент там когда начались вот 90-е уже я помню это время прекрасно когда поставили это было я вам скажу это было 1 сентября 89 года поставили ящик такой большой в американском посольстве в москве куда можно было заполненные анкетки бросить и будь ты кто угодно там русский татарин там кореец без разницы вот ты бросаешь туда свои анкетки и тебя в какой-то момент вызывают и самое худшее что могло в этот момент произойти тебе давали не статус беженца тебе давали статус пароль который точно так же позволяет тебе въехать в страну но там небольшие ограничения какие-то даже не о чем говорить вообще то есть статус пароль ничуть не хуже статуса беженца ну так менее такой жирненький но но абсолютно хороший ты приехал ты можешь работать ты там получаешь свою грин карту через год и так далее вот то есть не то что им отказали в статусе беженца отказав статусе беженца им все равно давали пароль насколько я помню те времена вот а сейчас другое сейчас ты должен доехать до сша и уже тут сделать ровным счетом то же самое то есть изменились некоторые внешние обстоятельства но но не изменилось содержание суть там и так далее добавились новые визы да новые каналы брак там студенческая там рабочие визы что там еще я не знаю там по бизнесу да то есть много таких стало дополнительных путей которых раньше не было но сейчас есть и сейчас это массово стало и там лотерея смотри там тысячами понимаете каждый год тысячами приезжают люди из стран бывшего СССР там за год может быть тысяч десять выигрывают если взять вместе Россию и Украину и Белоруссию и Киргизию и Казахстан вот и там наверное тысяч десять их по совокупности поди плохо вот но но вот тот канал он как был вот он был тогда основным он и сейчас очень-очень массовый мощный и чем хуже ситуация вот там в бывшем СССР не экономическая конечно а вот политическая тоталитарная власть зажимание ртов и отжатие бизнеса там и так далее вот вот это все оно как как бы до кучи идет ну отжатия бизнеса само по себе нет нет конечно но это может быть на политической политические мотивы могут быть скажем отжатие бизнеса как способ заткнуть рот в этом смысле вот поэтому да еще вот сейчас видите с ориентацией там сексуальной правильные или неправильные значит тоже тоже проблемы поэтому много вот такого вот и я на месте молодого человека и других молодых человеков которые тоже интересуются слушай какая интересная тачка едет слева да я бы я вместе вот просто с этим потихонечку разбирался бы и очень даже может быть что вот прямо это ваш путь и там и мудрить то особо нечего вот вот и все так что для меня например история с молодым человеком очень очень понятно я могу сказать что я слышу вижу читаю много очень похожих ситуаций в которых скажем вот этот молодой человек он бы смылся куда-то не в Австралию или там Новую Зеландию а допустим куда-нибудь я не знаю на территорию Российской Федерации такие такие тоже решения существуют и оно может быть ему в силу каких-то причин не нравится или там неприемлемо там или еще что-то это возможно я не хочу сказать что надо так поступить но я хочу сказать что вот если же вот так его загнала там и так далее может быть может может быть но я не знаю во всяком случае это бюджетненько это быстренько вот прямо сейчас раз и и все вот и во всяком случае он перестанет там трястись по углам и там боятся что сейчас его остановят и там стучат ему повестку может может быть так как быстрое такое решение может быть это тоже неплохо да вообще дожили сейчас уже эти селф-драйвинг кары вообще без людей стали по улицам ездить видели справа сейчас пошел ой страшное дело ну хорошо ладно ребят счастливо и пусть все ваши начинания будут успешными а а а Продолжение следует...